Родной аул В один миг сливается воедино, воспевая добрые дела и теплоту сердец его жителей, которые во все времена остаются ценителями и хранителями самобытной культуры, традиций и обычаев своей малой родины. Аул Зеюква расположен в центральной части Хабесского района, на левом берегу реки Малый Зеленчук. Находится в 10 километрах к северу от районного центра Хабес и в 30 километрах к юго-западу от города Черкеска. Первоначально аул находился у реки Мара. В 1834 году население аула было переселено в среднее течение реки Малозеленчук, у подножия горы Джарпаджащ. Переселение возглавил местный князь Бимурза Атажукин и в последующем аул был назван в честь него – Атажукинский. В 1836 году население аула снова переселилось чуть севернее и осело у родника Ашабова, где поныне и проживает. Этот год официально считается и датой основания аула. В 1925 году спустя почти 100 лет Атажукинский переименовали в Зеюква, что в переводе с черкесского – Кизиловая долина. Аула, естественно, развивается. От нашего аула образовался еще один аул – Кашхабль. Ну что, чем занимается аул? Занимается, ну как, животноводство в основном, растеневодство. Каждый занимается своим делом. Следует отметить, что родник Ашабова даже спустя десятки лет остается любимым местом отдыха аульчан, где по особым случаям собирается и стар, и млад. Да и проезжие отпутники часто останавливаются у истока, чтобы утолить жажду холодной родниковой водой. Один из старейших жителей аула Петр Будишев часто приходит к роднику с аульскими детьми. Сидя под плетеным, как в старину навесом, они с неподдельным интересом слушают сказки дедушки Петра. Такие встречи запоминаются надолго, а добрые сказания учат любви к родному краю. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день в ауле Зиюка проживает 3378 человек. Вот уже пять лет главой сельского муниципального поселения является Рустам Заубитов. Ежедневно к нему идут люди с вопросами, которые касаются самых разных сфер жизни аула. И каждый из них ждет разъяснения и понимания волнующих их проблем. Большие работы на сегодняшний день проводятся по оформлению сельскохозяйственных угодий, сенокосов и пахотных земель. Ведь земля – это хлеб сельского жителя, и она должна быть закреплена за ним не только на словах, но по всем рамкам закона. Оформляется, тоже работаем в этом направлении, объясняем людям, что надо уже оформлять. Ну, с деньгами проблемы, как обычно, не все могут сразу так взять и оформить. Ну, так потихоньку идет работа. Самым тяжелым временем, как и во многих аулах и по стране в целом, и для Зиюка стали годы Отечественной войны. Аул был оккупирован фашистскими войсками летом 1942 года и освобожден в феврале 1943 года. С черкесского аула Зиюка ушли на фронт 500 человек. Из них вернулись лишь 200. В память о тех, кто остался на поле битвы и тех, кто защищал Родину ценой своего здоровья, в ауле открыт обелиск. Ежедневно работает Музей боевой славы. И даже самый маленький житель знает, что не вправе забывать, благодаря кому сегодня громко смеются дети, и снова цветет мирная весна. Центром воспитания и обучения подрастающего поколения была и остается школа, где на сегодня получают образование 317 учеников. В ауле Зиюка школа была открыта в 1911 году. Основателем первой светской школы был просветитель Яхья Аминович Чапаров. Неоценимый тот вклад, который внесли русские учителя в становление и развитие школы в ауле. В 2014 году благодарные жители увековечили их память мемориальной доской. Также памятные доски установлены ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда Карданову Хаджи Эсмеу Каплановичу, Китову Али Магомедовичу, Абедокову Давлету Асхатовичу. Первый директор, когда школа была основана в ауле, директором был русский учитель Яблонский. И в честь вот этих учителей, которые как бы подарили нам грамотность, впервые русскую речь принесли в ауле, что немаловажную роль играет. Идея была, но как-то реализовать у нас не получалось. Огромное спасибо, что когда этот стенд мы открывали, материальную сторону, вот вопрос вот этот решила Макалова Фатима Хаджи Эсмеуовна. Она за счет своих средств заказала эту мемориальную доску, и она была открытая. Думаю, это только частичка того, что мы можем для них сделать. Кроме них, вот и сейчас у нас есть ветераны педагогического труда в ауле, мы их часто на свои мероприятия приглашаем. Долгие годы директором школы, потом начальником отдела образования проработал. Абедоков Казис Хаджиби Кирович, многие его знают. Его супруга Елена Крымовна Абедокова тоже. Вот по сегодняшний день выпускники прошлых лет от них отзываются с теплом, добротой. Все-таки эта душевная теплота остается об учителях, о наставниках. В ней становится как бы с годами старшими товарищами. Валентина Казанокова уже более 30 лет обучает детишек родному языку и не скрывает, что отношение к нему переживает не самые лучшие времена. Интересный накопленный материал из-за недостаточного количества часов не могут преподнести детям в полном объеме. Понимаете, какая сложность? Родители все работают. Почти нет неработающих родителей. Вы вспомните, 15-20 лет назад почти все родители сидели. Они не находили себе места в этой жизни. Не находили работы. А сейчас все родители работают. И дети в основном предоставлены трехолору. Фатима Кинчишаова всю свою жизнь посвятила развитию культуры в родном ауле. Она здесь родилась и выросла. Ей знаком каждый уголок. Оглядываясь назад, ее нередко одолевает ностальгия по пройденным годам. Это были годы начинаний и совершений, когда жизнь в ауле кипела в прямом смысле этого слова. Физиал швейной фабрики, хабетской швейной фабрики, цех номер 7, цех номер 4 были. Я там работала начальником цеха. Производили куртку ватную. Коллектив очень хороший был. Коллектив очень дружный, активный. Выполняли каждый месяц план. Даже при выполнении шли. Каждый месяц мы шили где-то 12-10 тысяч курток ватных. Их развозили по всяким республикам. После военных годов большинство аульчан работали в колхозе Путилича. Это были люди, которые все силы направляли на улучшение жизни аула и страны в целом. Всех не перечислишь, но каждый из них заслуживал уважения и восхищения. За добросовестный труд многие были удостоены ордена Ленина и стали ветеранами труда. Спустя годы эти великие труженики показали, что умеют не только работать. В 1987 году по их инициативе был создан фольклорный ансамбль «Пщабь», который за короткое время получил звание «Народный». Там участвовал заслуженный учитель Джеков Рашид Маринович, ветеран войны, отечественной войны Аскер Аминович Урумов, Урумов Шахербей Аминович. Он отработал механизатором в колхозе, передовиком был. И многие, Хосин, Хазаноков, они все передовики колхоза были. И заодно вечером отдыхали и танцевали. Пели песни, рассказывали всякие истории. До сих пор в аоле помнят имя великолепного запевала Хусина Киржинова, певца Амина Джамбекова, гармонистки Гаги Джамбековой. Спустя годы появился и спутник «Пщабь» – детский танцевальный ансамбль, где сегодня занимаются три группы детей разных возрастов. Особое место в ауле уделяется и здоровью жителей. В прошлом году здесь не только отремонтировали существующее медицинское учреждение, но и смогли построить и новый фельдшерско-акушерский пункт, который соответствует всем новейшим требованиям. В основном стараемся обследовать их и вовремя, чтобы они не заболели онкологическими заболеваниями, чтобы мы не пропустили что-то, чтобы можно было потом уже жалеть об этом. Поэтому у нас низкий уровень сейчас онкологии среди женщин, я имею в виду. Первый колхозный садик в ауле был основан в 1955 году. В 1985 году построили новый, на 140 мест. Сегодня дети воспитываются в теплых, уютных группах. С ними работает профессиональный коллектив. Для них успех заключается в одном – в любви к детям. Вот хотелось бы, чтобы в ауле была детская площадка где-то, чтобы вот у нас детки, школьники, в основном нулевые, первые классики, вот к нам заходят детки, чтобы на качелях покататься. И хотелось бы, чтобы в ауле где-то у нас был, у детей была своя площадка детская. Я к нему привык, и у меня много друзей. Так ты здесь родился? Нет, в Черкесии с двух лет еще. С двух лет здесь живешь. Что тебе нравится? Люди. Бывают добрые, бывают не очень. Ну а в большинстве? Добрее. В ауле в основном занимаются вольной борьбой и боксом. Есть и хорошие достижения. Но когда речь заходит о развитии спорта в целом, глава аула Рустам Заубидов обозначает целый ряд проблем, которые нужно решить в ближайшее время. Со спортом чуть-чуть проблемы есть, просто негде им заниматься. Там один спортзал есть, там 90 квадратов только. Ну, так тренируются, секция бокса, и молодежь в основном борьбой занимаются. Именно хотим построить большой спортзал и большой статью, чтобы было место, где могли бы заниматься молодежью, место было, чтобы дети. Летом Зиюку особенно красив и оживлен. Радостные возгласы детей слышны почти на каждой улице. Большинство ребятишек провозят летние каникулы у любимых бабушек и дедушек. И самым радостным событием для старших жителей аула, конечно же, является приезд внуков. Вот и бабушка Лейла, как всегда, встречает их разными вкусностями. Главное, все натуральное, из своего подворья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Самому старшему жителю аула Зиюку в этом году исполнится 100 лет. А самому младшему всего 10 дней. У одной за плечами прожитые годы и огромный жизненный опыт. У другой этот путь только начинается. Времена были тяжелые, пахать приходилось на валах, но спасало то, что жили мы сообща и вместе справлялись со всеми тяготами судьбы. Бывало, делили один чурек на двоих. Слушались и уважали старших. Именно они направляли нас на правильный путь. Как бы ни было трудно, к старости я обрела спокойствие. Живу счастливо со своими детьми и внуками. Рада за то, что у подрастающего поколения мирное небо над головой. Что у них есть все, то хорошее, о чем мы могли мечтать в молодые годы. Это уже у меня четвертая внучка. Один внук и четверо внучек. Это от сына, да, получается? Нет, не от сына. От сына только первая внучка. Ну и какие ощущения? Радостные, конечно. Радостные, так все равно продолжение тоже. Как Вы считаете, можно завязывать люльку? Вот, как вы считаете. Ребенку люльке удобнее, чем целый день на руках держать. И нету рук. Большинство семей в ауле заняты скотоводством и земледелием. Кто-то совмещает это с основной работой. А для некоторых это и есть дело всей жизни. У меня свой пай, своя кошара, свой сенокос. Я все выкупил и все в одном месте сделал. Здесь кошты, там пай, там сенокос. Ну все у меня нормально. А что сажаете? Я пока ничего не сажаю. Я на сенокос пустил все. Зиюка – родина многих известных людей. Писатели Мухадина Ахмедова, Мухаммеда Дышекова, психолога Ахмеда Китова, государственных деятелей Азамата Макаула, Фатимы Макаула. И сегодня современные жители аула трудятся в разных сферах, достигают хороших результатов и прославляют свой аул. Носителем традиции культуры в основном является семья. Хотя школа, детский сад, дворец культуры, там культура наша. Все они влияют, но носителем является семья. И вот эти отношения между собой, традиции, обычаи, я думаю, их ускоренить будет очень сложно. И вот то, что есть хорошего в нашем времени, надо все это принять, но и не забывать, что было раньше, до этого. Есть одно ни с чем несравнимое чувство – возвращаться домой, в свой родной аул. Эти минуты наполняют нас радостью и гордостью за свою малую родину. Родина, родившая отца, никогда не ведавшая страха, вся ты – оттиск моего лица, вся ты – взгляд свершинный, ошхамахуа. Родина, родившая меня, в поколении трепетное эхо, вся ты – свет пастушьего огня, мягче муха он, теплее меха. Родина, хранящая огонь, наших дел, сердец, стихотворений, ты не любишь долгих уверений, просто я на грудь кладу ладонь и твержу безмолвно, без конца. Ты – грядущих слов моих основа, ты – сама единственное слово, Родина, родившая отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин